79-я годовщина Великой Победы прошла под майский снег и любимые военные песни горожан. Основные мероприятия по традиции состоялись на площади Победы. Движение для транспорта перекрыли уже с 8 утра. Проезд был ограничен не по всему проспекту Ленина, а от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Всех гостей праздников в целях безопасности пропускали через рамки металлодетектора. Хотя за окном мороз и тучи, владимирцы вышли на улицы, чтобы вместе со всей страной почтить память своих дедов и прадедов, отдавших жизни в страшные годы Великой Отечественной войны. И несмотря на отсутствие традиционного шествия бессмертного полка, многие семьи не смогли оставить портреты своих ветеранов. Это наша гордость, это наши победители, это те любимые люди, которых мы не видели. Но мы знаем, мы столько лет чтим эту память, всегда рассказываем своим детям, своим родственникам, всем знакомым о своих героях. Мы помним и гордимся. Это же память, это память о папе. А вообще о тех, кто за нас, как говорится, дал нам вот эту жизнь, да? И их помнить надо всегда, всем поколениям. Но я думаю, это не должно зависеть, есть или нет шествие бессмертного полка. Это память, и она независимо от каких-либо шествий должна жить в нас, в наших детях. Мы пришли сюда с детьми, приходим каждый год сюда с нашими детьми. Хотя погода и пыталась испортить настроение своей суровостью, в тот день даже метель прошла. Владимирцы были настроены серьезно. Люди собирались вместе и вспоминали мотив любимых песен тех времен. Парадные расчеты выстроились на улице Чайковского, а в этом году в торжественном шествии военная техника не участвовала. Перед вечным огнем прошли только парадные коробки. Перед этим губернатор области Александр Авдеев произнес торжественную речь, отметив, что 79-ю годовщину победы Владимир встречает в новом звании – город трудовой доблести. Сегодня мы продолжаем дело наших дедов, прадедов и восстанавливаем справедливость во всем мире. Именно этого ожидают большинство стран в мире, чтобы однополярный мир закончил свое существование, несправедливая система ушла. И вот голос командира, троекратное «Ура!» и по площади двинулись колонны военнослужащих, ракетчиков, летчиков, представителей силовых структур, а также кадетов, курсантов, юноармейцев. В центре знаменной группы штурмовой флаг 150-й Идритской стрелковой дивизии. Парад прошел под звуки оркестра Владимирского гарнизона. Парадом командовал начальник штаба 27-й гвардейской ракетной Витебской краснознаменной армии гвардии генерал-майор Сергей Савельев. А принимал парад начальник Владимирского территориального гарнизона, командующий той же армией генерал-лейтенант Олег Глазунов. И, конечно, главные гости торжества – ветераны и дети войны. Смотря на весь развернувшийся праздник, они вспоминали, как когда-то радовались тому самому дню в 45-м. Ивану Беседину в то время было всего 9 лет, но уже тогда, признается, понимал, какое великое дело сделал наш народ для всего мира. Помню, когда нас выгнали в одну комнату всех немцы и так далее, и мы там жили полтора года. Корову забрали, а нас было четверо в семье, плюс родители. Так что спасибо нашей армии советской. Я человек, как говорят, из Советского Союза всю полность. В годы Великой Отечественной наша область была прифронтовой. Здесь были сформированы 34 воинские части, 4 танковые и мотострелковые бригады, 3 стрелковые дивизии. Область поставила в Красную Армию почти 19 тысяч лошадей, 3 тысячи автомобилей и более 250 тракторов, 156 жителей региона, героя Советского Союза, 20 наших земляков, полные кавалеры Ордена Славы. Вспоминали героев не только на площади Победы. У мемориала на Князь Владимирском кладбище проводилась трансляция литературно-музыкальной композиции с перечислением имен всех воинов, захороненных в этом месте. Торжественные митинги прошли у памятников воинам во всех микрорайонах города. По улицам Владимира проехала праздничная автоколонна, а от Площади Победы уже 10 числа стартовал велопробег в 88 километров с финальной точкой в городе воинской славы Коврове.